Недельная глава Ибо она рассказывает о том, как еврейский народ уходил из рабства египетского Но было бы неправильно ограничивать смысл этой книги, значение этой книги только темой выхода из рабства Ибо в ней мы видим, как дети Якова, его потомки, дети его детей по сути превращаются в народ, народ избранный в Израиль Здесь мы видим, как еврейский народ получает Тору, которая по сути является еврейской конституцией и основой духовной жизни на протяжении многих веков Особенно в такие периоды, когда еврейский народ оказался без храма, без жертвы Естественно, возникает вопрос, если эта книга играет такую важную роль в жизни еврейского народа, почему же не она является первой? Почему книга Берешит идет первой в Библии? На мой взгляд, ответ на этот вопрос заключается в том, что именно из книги Бытие Берешит мы узнаем, кто такой Бог Мы узнаем, что Он сотворил этот мир Мы узнаем, что Он царь Мы узнаем, почему человечество оказалось в таком положении, в котором оно оказалось Мы узнаем о том, что Господь приготовил план по изменению этого мира И если первая книга нам рассказывает о том, чего хочет Бог, чего Он добивается, какова Его цель То вторая, по сути, является инструкцией для воплощения этого плана А именно, установление Царствия Божьего на земле И именно поэтому есть масса параллелей между тем, что называется искупление первое, исход, выход из Египта И искуплением окончательным, которым является предшествие Машеха в этот мир И мы эти параллели, изучая эту книгу, будем, безусловно, видеть Но давайте обратимся непосредственно к нашей недельной главе Итак, недельная глава Шмот начинается в первой главе первого стиха И заканчивается первым стихом шестой главы Здесь мы видим повествование о том, как фараон поработил евреев и пытается воспрепятствовать их рождаемости Бог спасает Моисея И более того, Моисей оказывается во дворце фараона И его собственная мать скармливает его, по сути, воспитывая его до некоторого возраста Далее мы видим историю о том, как Моисей вынужден бежать в Медьян Где он женится на дочери местного священника Итро После чего Господь является ему в огненном кусте И дает повеление вывести народ израильский из Египта Дальше мы видим повествование о том, что Аарон становится устами Моисея И они вместе возвращаются в Египет, где, как видно в конце нашей главы, народ еврейский страдает Итак, первая глава нам начинает рассказ о том, как воплощаются планы Божии на земле Бог когда-то пообещал Аврааму умножить его потомство И здесь мы с вами читаем такие слова Первая глава, седьмой стих А сыны Израилевы расплодились и размножились и возросли и усилились через вытечайно и наполнилась ими землята То есть Бог пообещал, что Аврааму будет много потомков И по сути это и есть начало выполнения его плана Причем интересно, что в русском языке здесь стоит слово чрезвычайно Это правильный перевод, просто в еврейском языке здесь стоят два слова Меот, Меот, которые означают многократное усиление То есть как будто их увеличилось очень-очень много и быстро Популярный в иудаизме толкователь Танаха Раши делает здесь отсылку к трактату Тхума В котором говорится о том, что женщины рождали сразу по шесть детей Я небольшой любитель вне библейских источников Но могу сказать тот факт, что раз здесь написано, что они наполнили всю эту землю То наверняка их было действительно очень много Более того, если мы с вами читаем девятый стих Здесь такие слова приводятся, которые сказал фармон Он сказал своему народу Смотрите, сыны Израиля многочисленнее и сильнее нас Многочисленнее и сильнее То есть евреев было больше, чем самих египтян Всего за каких-то пару сотен лет Так сильно умножится Народ мог только благодаря сверхъестественному вмешательству Бога в их жизнь И египтяне чувствуют угрозу со стороны еврейского народа Но есть вопрос Была ли эта угроза реальна? Действительно ли еврейский народ имел какой-то план Не знаю, может быть по захвату Египта? На самом деле мы же понимаем с вами, что нет И ниже мы увидим этому подтверждение Но фараон реагирует именно так И возникает вопрос А откуда, собственно говоря, такая реакция? Тот факт, что евреев стало больше, чем самих египтян Это хорошо или плохо? Все на самом деле зависит от того Хочешь ли человек исполнение Божьего плана или нет Ибо Божий план, отраженный в том, что Бог обещал Аврааму Благословить в потомках его все племена земные А значит, чем больше потомков, тем больше благословения Здесь нужно оговориться Эту мысль я довольно часто повторяю в своих уроках Мы должны понимать, что когда Бог взял одного человека по имени Авраам И заключил с ним завет, выражаясь сегодняшним языком, союз Союз, который заключает Бог, имеет потенциал реализовывать волю Всевышнего здесь на земле И этот потенциал реализовался в том числе в размножении еврейского народа Для достижения этого плана Именно поэтому все упирается в простой вопрос Хочет ли человек, желаешь ли ты воплощению планов Божьих на земле или нет? В 10 стихе мы с вами находим такие слова Фараон говорит, давайте поступим с ними мудро Чтобы их не стало еще больше Не то, если случится война Они примкнут к нашим врагам Будут воевать с нами А потом уйдут из страны Интересно получается, что фараон знает о планах еврейского народа уйти Причем в нашем переводе стоит слово уйдут Однако, если мы читаем на еврейском языке То здесь стоит слово поднимутся Я много раз говорил в своих уроках, что когда евреи покидают землю обитованную Это называется ла редет, спуститься Например, Авраам спустился в Египет Когда же возвращаются в землю обитованную Это называется ла лед, подниматься Возвращение в землю обитованную называется подъемом То есть фараон действительно осведомлен, что евреи хотят вернуться в свою землю и оставить этот Египет Более того, он наверняка знал о том, что произошло в соответствии с традицией за пару десятков лет до этого момента А именно, когда колено Ефремова собрало войско Несколько тысяч человек, которые предприняли попытку силой покинуть Египет Дабы прийти в землю обитованную Тогда произошла трагедия Они все погибли Я не буду об этом говорить больше Для этого будет место в наших дальнейших рассуждениях Но, безусловно, мы понимаем, что пару знает, что еврейский народ хочет вернуться в свою землю И, казалось бы, если он действительно боится, нет ничего проще Взять их просто и изгнать И если бы он поступил так, то это бы не противоречило планам Бога Но проблема как раз и заключается в том, что фараон не хочет исполнения планов Божьих И именно поэтому появляется план по уничтожению еврейского народа В 22 стихе мы с вами читаем такие слова Фараон же дал всему своему народу такое повеление Всякого от новорожденного мальчика бросайте в Нил, а девочек оставляйте в живых То есть фараон хочет избавиться от евреев, но он не хочет выполнять болю Божию И он принимает решение по окончательному решению еврейского вопроса Интересно, что похожую картину мы многократно в дальнейшем наблюдаем в истории на земле По сути мы ее наблюдаем и сегодня Сегодня все чаще и чаще в мире звучат голоса, которые говорят о том, что у евреев есть некие планы по захвату этого мира И все больше и больше стран, как это ни странно, выступают против того, чтобы Израиль становился для евреев домом Цари и простые люди, в том числе и христиане, думают, что это проблема, если евреи будут жить в земле обетованной Но давайте, однако, вспомним, что жизнь еврейского народа здесь это, по сути, часть Божьего обещания, обетования, которое было дано еврейскому народу Почему же люди сопротивляются, противятся этому? Интересно, что очень часто на страницах Библии Сатан называется противником Божьим И будучи противником Господа, он не имеет возможности ему навредить, кроме как постараться разрушить его планы Бог обещал Аврааму, Исхаку и Якову, что именно их потомки будут жить здесь, в земле обетованной Но если взять и уничтожить этих потомков, то таким образом планы Божьи не воплотятся Интересно, что когда люди выступают против планов еврейского народа вернуться в землю свою Они, по сути, выступают против Бога на стороне сатаны Более того, мы же с вами читаем в Священное Писание и знаем, что именно здесь должно быть установлено царствие Мессии Где сам Машех будет сидеть на троне в Иерусалиме и управлять из него всем миром и своим еврейским народом Ну, точнее, его остатком То, что мы называем тысячелетнее царство А помните ли вы, чем эта история заканчивает? Какое оно имеет продолжение? А такое, что сатана и примкнувшие к нему сторонники его, которых не устраивает исполнение планов Божьих на земле Выйдут на войну против Мессии и еврейского народа Ну, а пока мы с вами видим, что влекомые ложью цари пытаются что-то сделать Сопротивляются тому, чтобы Израиль укрепился здесь в земле своей Выступают на стороне врагов еврейского народа Предпринимают попытки уничтожения Показания пока может быть не такие большие И исполнение Божьих планов на земле Он, по сути, выступает на стороне сатаны Вот такая наша недельная глава Собственно говоря, это только первая глава из всех Мы будем говорить об этом уже в другой раз Да благословит вас всех, Господь Большим еще, Машех Амин